Это предмостная площадь в Иркутске, буквально под мостом, вот слева ангара там, вот за этими деревьями, старинный особняк, там находится центр по сохранению исторического наследия, и мы не видим, а видим мы вот эту застройку. Я здесь уже несколько дней хожу и поражаюсь вот какому-то ощущению совершенно не Иркутскости, да, вот смотрю вокруг, даже мост, ну а вот это вот, А это самый центр Иркутска, это та самая предмостная площадь, вот тут вот сейчас вот направо, вернее передо мной будет трамвайная остановка, которая Степана Разина называется, мы только под мостом здесь находимся, вот тут какое-то совершенно уже современное не Иркутское опять здание, да, а вот это вообще Новосибирск какой-то мне почему-то напоминает, когда к Новосибирску на поезде подъезжаешь, то вот такое. Ну, собственно, сейчас все города стали вот такие унифицированы одинаковые, ну и все равно моя боль за то, что центр города Иркутска обезличен, вот, куда не шло, когда обезличены пригороды, там спальные районы, тоже плохо, конечно, Но когда вот так обезличен центр города и окажись вот здесь я где-нибудь как-нибудь с просонью, да, я бы вообще и не понял, в Иркутске я или где. По ощущениям почему-то мне очень сильно Новосибирск напоминает, вот это место. Вот скажите, пожалуйста, это какие-то мои заморочки личные, да, или все-таки у других людей тоже такое ощущение? Я объясню, почему это происходит со мной. Я вот хожу с этюдником, видите, да, и я хожу, собственно, днем рисую город. Я рисую Иркутск, я хочу рисовать Иркутск, я люблю этот город, в отличие от многих, кто считает, что я его не люблю, потому что критикую. Но я критикую-то вот какую-то вот такую застройку, вот такую, которая у меня сзади, по очень простому критерию. Я художник в данном случае. Ну, наверное, художник может сесть и рисовать где угодно и что угодно. На то он и художник, чтобы уметь эстатизировать любую вещь, любую грязь, любую несуразность и делать это гармонично, пропуская через свои, через себя. И, конечно, я могу. Я сяду и нарисую, наверное, акварель, там, рисунок, пейзаж вот с этим видом, и он многим даже понравится. Нарисую. Но я хочу Иркутск рисовать. Ну, я в Иркутске живу, в Иркутске. А вот то, что я нарисую сзади на меня, например, или то, что я нарисую вот здесь, ни один человек в мире, глядя на эту работу, он будет восторгаться, удивляться, там, может быть, моей техникой, моими какими-то там изысками формальными. Но к Иркутску это не будет иметь никакого отношения. То есть моя работа потеряет сверхзадачу. Я когда буду рисовать вот эту вот ерунду, то я либо должен буду ее наполнить какой-то сверхзадачей собственной, ведь я же художник, я должен создавать художественное произведение. И я должен придумать, какой сверхзадачей наполнить. Ну, или она не то, что я должен думать, она должна внутри меня быть. Когда я хожу по старому Иркутску, то внутри меня есть сверхзадача. Это радость красотой деревянного, рукодельного, человеческого, масштабного, исторического, сибирского, русского города. Я его чувствую, я понимаю, вот эта сверхзадача, она переходит в мои работы, и это хорошо, и это всем нравится. Когда я смотрю вот на это творение или вот на то, то я должен искусственно, наверное, придумывать какую-то сверхзадачу. Ну, либо чисто быть формальным, да. Меня как-то иркутские архитекторы, знакомые, давно еще на выставке так с обидой спросили, а почему ты нашу современную архитектуру не рисуешь? Я тогда что-то так ответил, ну, в том смысле, что, а что рисовать-то? Вот сюда надо приходить с Рейсфедером, с линейкой. Вы уже тут как бы, что могли, то нарисовали. А вы хотите, чтобы я, художник, сюда пришел и что-то вам из этого сделал красивое? Ну, вот вы сделали убогость вот эту вот. А теперь хотите, чтобы я эту вот убогость, вот эту примитивную, эстетизировал? Ну, я могу, я могу. Ну, почему я должен за вас работать? Почему я должен за архитекторов, тех, которые вот не хватило ума, фантазии, таланта, сделать эти объекты не просто объектами дизайна, а сделать их художественными произведениями. Все-таки архитектура – это произведение искусства, да? И если архитектор делает что-то, он, по идее, должен создавать произведения искусства, архитектуры. Значит, он должен был наполнить это здание какой-то сверхзадачей. Я знаю, какая здесь должна быть сверхзадача. Да, мы все ее знаем. Это наш город. Город с названием Иркутск. То, что никак не могут найти наши брендежники и пытаются для Иркутска найти этот бренд. Да, а что его искать? Есть этот бренд, он называется Иркутск. И вот, извольте вы, сохранять этот бренд, так называемый, извиняюсь за выражение, и архитекторам те же самые претензии. А почему я, находясь в центре города, вдруг перестаю себя чувствовать, что я в Иркутске нахожусь? А я в самом центре. Это вот самое драгоценное место в городе. Архитектор Павлов, между прочим, сюда долго-долго никого не подпускал. И сам здесь пытался как-то сдерживать и не проектировал. Сохранял вот это место, поскольку он говорил, что вот эта предмостная площадь – это важнейшее место в Иркутске. Это то, которое встречает людей. Это вот то, откуда начинался Иркутск. И он, конечно, вот там вот стоит Троицкая церковь, да, он не позволял там ничего строить или делал это деликатно. И вот это тот самый Павлов, да. Но потом пришли его ученики, и когда Павлов уехал, и потом уже умер, да, они быстро-быстро, ну уже, как бы, не спрашивая своего учителя, застроили вот город, центр, самые-самые-самые важные места вот этим вот. И всё. И люди, приезжая с вокзала и проезжая вот через это место, ну что, они понимают, что они приехали в Иркутск? Нет. Не найдена, не найдена, не решена задача. Художественная задача архитекторами не решена. И поэтому, когда я хожу по такому Иркутску, вот по этому вот, то мне очень грустно, поэтому я об этом думаю. Вы уж меня простите, что я постоянно об этом говорю. Хотя, наверное, простым людям это всё как-то очень далеко. Они это не формулируют, но они подспудно, на них это влияет. Подспудно горожане перестают быть иркутянами. Они становятся, остаются какими-то иркутянами, но такого глобалистического толку уже. А вот среда ведь формирует человека. Ну вот сейчас человека формирует вот эта вот среда. Какая она? Иркутская? Ну, наверное, архитекторы мне возразят. Ну, раз это стоит в Иркутске, значит, это теперь иркутская... Мне один такой бывший главный архитектор примерно так и сказал, когда я его спрашивал, я говорю, ну вот вы будете когда-нибудь вообще искать образ Иркутска, самоштабность Иркутска? Ну, вот то, о чём я сейчас говорю. А он мне тогда очень смешно ответил, даже остроумно. Он сказал, вот мы построили, вот то, что мы построили, это построено в Иркутске. Раз это построено в Иркутске, значит, это и есть образ Иркутска. Вот такой вот перевёртыш вообще. Вот такая вот почти издевательская позиция. Раз я сделал это в Иркутске, я иркутянин, я иркутский архитектор, значит, это и есть иркутский стиль. Вот рассуждение наших градостроителей. Сложно даже возразить на это что-то. Ну ладно, пойду искать Иркутск. Где вот здесь найти Иркутск, чтобы его рисовать? Хотя, конечно, я могу рисовать и вот эти вот геометрические объекты. Вне стиля, вне города, вне образа. Геометрические объекты, я, наверное, их нарисую. Может быть, даже красиво получится. Даже знаю, как это сделать. Но я Иркутск хочу рисовать. Прогулки художника по городу Иркутску. А иногда по Пахабовску. Прогулки художника по городу Иркутску.